Перед тем, как мы будем молиться, я хочу вместе с вами прочитать текст из Евангелия от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. Я буду читать для всех нас очень знакомую и очень интересную историю об исцелении десяти прокаженных. Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус Христос, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус настанет, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарианин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника? И сказал Ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Есть одна выдуманная, но очень поучительная история. В раю было два ангела. Один очень часто отдыхал на облаке, а другой постоянно летал от земли к Богу. Часто отдыхающий ангел решил спросить другого ангела, что же ты летаешь туда-сюда? На что этот ангел ответил? Дело в том, что я ношу Богу послание, которое начинается со слов «Помоги, Господи». А почему ты так часто отдыхаешь? Спросил часто летающий ангел к Богу. На что ангел, который отдыхал, ответил? Дело в том, что я должен носить Господу послание, которое начинается со слов «Благодарю тебя, Господи». Итак, тема наших разрушений. Осознание, каких истин о Господе сегодня может помочь каждому из нас начинать все в нашей жизни со слов «Благодарю тебя, Господи». И продолжая жизнь, оставаться благодарными Господу не только на словах, но и на деле. Сегодня перед нашей совместной молитвой мы вместе с вами на основании прочитанного текста или же прочитанной истории об исцелении десяти прокаженных Иисусом Христом обратим внимание на две истины о нашем Господе, которые будут способствовать каждому из нас, из людей верующих, быть благодарными Господу не только на словах, но и на деле. Давайте обратим наше внимание на первую истину о нашем Господе, осознание, которое сегодня может и должно способствовать нам быть благодарными только лишь Господу, не только на словах, но и на деле. Итак, первая истина о нашем Господе, осознание, которое сегодня может и должно способствовать нам быть благодарными только лишь Господу, не только на словах, но и на деле, заключается в том, что Господь, который обладает абсолютной властью и все держит под своим контролем, желая, чтобы мы имели с Ним общение, желая, чтобы мы обращались к Нему, сделало для этого все необходимое и возможное. Давайте прочитаем еще раз несколько стихов из прочитанной истории. Обратите внимание, эта история начинается с того, что прокаженные, встретившись со Христом, взывает ко Христу, нет, со слов «благодарим тебя, Господи». Эти слова прозвучат потом. Эти несчастные люди, люди, которые заболели страшной болезнью, взывают к Иисусу Христу со слов «помилуй нас, Господи». Итак, читая текст, мы видим, что если бы Христос не направлялся в селение, возле которого находились прокаженные, то эти несчастные люди так и не смогли бы никогда увидеть Христа, встретиться со Христом и воззвать ко Христу. Мы видим, что встреча прокаженных со Христом не была случайной. Только лишь благодаря тому, что Иисус Христос держит все под своим контролем и обладает абсолютной властью. Эти люди имели возможность увидеться с тем, кто поистине в своей благости мог помочь этим людям. Можно сказать, что эта встреча была случайной. Прокаженные находились не в селении, а дальше от селения. И они просто там, общаясь друг с другом, случайно увидели, что идет Христос. Но Христос в этом месте не оказался случайным. Христос в этом месте оказался по Своему предвидению, по Своей благой воле. Христос, будучи Богом, знал, что эти несчастные люди находятся возле этого селения. Христос, как никто другой, знал, что у этих людей нет надежды. Христос, как никто другой, понимал состояние души этих людей. И Христос оказался возле этого селения не случайно. Христос оказался возле этого селения для того, чтобы совершить волю Отца Небесного. И через совершение воли Отца Небесного еще раз, еще раз явить себя людям, окружающим. Размышляя об этом в контексте нашей жизни, мы должны всегда помнить и ясно понимать о том, что не мы нашли Господа, а Господь нашел нас. Не мы, а Господь даровал нам Свою милость для того, чтобы мы смогли соприкоснуться с Его благодатью. Это Господь даровал нам со Своей стороны все необходимое для того, чтобы мы имели возможность воззвать к Нему «Господи, помилуй нас!» Хотя мы и не заслуживаем этого. Бог даровал мир Иисуса Христа. В котором даровано нам очищение от грехов наших. И обличение через веру в Него в одежды праведности. И все это позволяет нам, сегодня верующим, взывать к Господу во имя Иисуса Христа. Иметь сегодня дерзновение благодаря тому, что Христос пролил Свою кровь и очистил нас от Своих грехов. Приходить к престолу благодати и иметь общение со святым и праведным Богом на всяком месте, во всякое время. Хотя мы сами по себе этого и не заслуживаем. Я хочу сегодня еще раз об этом нам напомнить. Для того, чтобы наши сердца от осознания этой истины о благодати Божьей сокрушались настолько, чтобы мы всегда в нашей жизни и все в нашей жизни начинали со слов «Благодарю Тебя, Господи». Давайте обратим наше внимание на вторую истину о нашем Господе, осознание, которое сегодня может способствовать и должно способствовать всякому человеку верующему быть благодарными Господу и только лишь Господу, не только на словах, но и на деле. Итак, вторая истина о нашем Господе, осознание, которое сегодня может и должно способствовать нам быть благодарными только лишь Господу, не только на словах, но и на деле, заключается в том, что Господь, совершивший все для того, чтобы мы имели возможность «взывать к Нему, приходить к Нему, общаться с Ним, силен, приходящих к Нему, спасать ради имени Своего». Речь идет о Боге, у Которого есть все для приходящих к Нему, для того, чтобы насыщать эти сердца Божьей благодатью, дабы эти сердца были всегда благодарными Господу. Давайте прочитаем еще несколько текстов или же стихов из истории о десяти прокаженных. «И когда входил Он, поиск Христос, в одно селение, встретили Его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили Иисус Настанник, помилуй нас». Обратите внимание, с 14 стиха мы читаем о том, что Иисус Христос услышал это воззвание и увидел этих несчастных людей, не проходит мимо, но дает этим людям услышать то, что Христос хотел им сказать. И этого было достаточно для того, чтобы они, приняв это слово, обрели исцеление или же освобождение, увидел их. Он, Христос, сказал им, «Пойдите, покажите священникам». «И когда они шли, очистились». Вот если бы на месте Христа в то время оказались просто люди, которые жили в этом селении, то эти люди даже не обратили бы внимания на прокаженных, потому что сама по себе болезнь очень страшная, она заразная. Прокаженные были избоями общества. Если прокаженный человек видел где-то вдали человека, который не болел этой болезнью, он должен был дать о себе знать, что он болеет, и к нему человек не имел права подойти на определенное расстояние. Эти люди были обречены на смерть. Но Иисус Христос остановился. Более того, Он начал говорить к этим людям, для того, чтобы обратить на них внимание, помочь этим людям. И поэтому мы читаем в этом тексте один из них, то есть из тех, кто получил очищение, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, проставляя Бога, и пал низ к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Ни десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника?» И сказал Ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Читая текст, мы видим, что Господь явил милость прокаженным людям, людям, которые были обречены на мучительную смерть. У них не было надежды, у них не было никакой перспективы, никто не мог помочь им, кроме Иисуса Христа. И только один Христос мог помочь людям, которые, услышав Слово от Господа, и доверившись Ему, сделали то, что повелел им Христос. Дорогие братья и сестры, очень важно помнить всегда, что мы были каждые этими прокаженными людьми, у которых не было даже малейшей надежды. И никто не мог помочь нам, никто не мог освободить нас. Мы сегодня можем говорить обо всем, о чем угодно, но, к сожалению, сегодня христиане забывают о самом главном, о самом важном, что в их жизни совершила благодать Божья. Это Христос, и только Христос, меня, прокаженного человека, который не имел никакой надежды, принял Свои объятия. И Он не постадился меня принять Свои объятия, несмотря на то, что я был прокаженным человеком, не имеющим надежды. И только Христос, прикаснувшись ко мне Свою благодать, снял с меня, из каждого из нас, ту веровую Божью благодать, эту проказу, проказу греха, от которой никто из нас не мог освободиться. Но, к сожалению, мы читаем о том, что из десяти человек, которые получили исцеление, незаслуженно, которые получили незаслуженно очищение от Господа, от проказа, только один, поспешил, остановившись, вернуться и прославить тому, кому он был обязан своим спасением. Одна из опасностей и трагедий последнего времени, заключается в грехе неблагодарности со стороны человека по отношению к тому, кто благ, тому, кто со своей стороны совершил все необходимое, чтобы мы могли обращаться к нему, к тому, кто силен спасать, приходящий к нему. Даже сегодня, будучи верующими людьми, мы продолжаем нуждаться в том, кто силен спасать. Спасать от непрощения, спасать от обид, спасать от ненависти, спасать от соблазнов, спасать от искушений, спасать от той внутренней борьбы, которую мы все переживаем и испытываем, спасать от непонимания, спасать для того, чтобы мы могли жить в любви Христовой. Даже сегодня, оставаясь верующими людьми, мы нуждаемся в том, кто силен спасать. Мы не перестанем никогда нуждаться в Спасителе, потому что мы будем всегда нуждаться в том, чтобы Он нас спасал. Спасал от нашей гордыни, от нашего эгоизма, от тех вещей, которые сегодня разрушают нашу духовную жизнь и жизнь окружающих нас людей. Грех неблагодарности Богу может по-разному выражаться в жизни человека. Например, грех неблагодарности Господа может выражаться в непринятии или же в пренебрежении Божьего Слова. Грех неблагодарности Господа может выражаться в пренебрежении Божьей Церковью. Грех неблагодарности Господа может выражаться в желании поступать по принципу «Буду делать то, что хочу, и не буду делать того, чему не хочу». И при этом не важно, что по этому поводу говорит Господь, Или же буду делать то, что нравится, и не буду делать того, что не нравится. И при этом не важно, что по этому поводу говорит Господь. Подобное поведение свидетельствует об отсутствии любви к Господу. И это трагедия. Итак, сегодня на основании прочитанной истории об исцелении десяти прокаженных Иисусом Христом мы обратили наше внимание на две истины о нашем Господе, которые будут способствовать нам не только на слова, но и на деле быть благодарными только лишь Господу. Итак, первая истина о нашем Господе, осознание, которое сегодня может и будет способствовать нам быть благодарными только лишь Господу, не только на словах, но и на деле, заключается в том, что Господь, который обладает абсолютной властью и все держит под своим контролем, желая, чтобы мы имели общение с Ним и обращались к Нему, соделал для этого все необходимое и возможное в Иисусе Христе. Вторая истина о нашем Господе, осознание, которое сегодня может и будет способствовать нам быть благодарными только лишь Господу, не только на словах, но и на деле, заключается в том, что Господь, совершивший все для того, чтобы мы имели возможность взывать к Нему, силен и сегодня, спасать всякого, приходящего к Нему и призывающего имя Него. Итак, перед тем, как мы будем молиться, хотелось бы все вышесказанное обобщить с помощью одного текста, который записан в послании к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 22 стих. Именно этот текст будет сегодня для каждого из нас основанием, чтобы обратиться к Господу и начать свою молитву со слов «Благодарю тебя, Господи». Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветом обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Итак, помните об этом. Для чего? Для того, чтобы по-настоящему оценить благодать Господа явно в Иисусе Христе. А теперь во Христе Иисусе, выбывшие некогда далеко, стали близкие кровью Христа. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотию своею, а закон заповедей и учений, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устраняя мир, и в одном теме примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя и славим Тебя за то, что Ты есть Бог, Который скворил небо и землю, все видимое и невидимое. Ты обладаешь всякой властью, абсолютной властью, и все Тебе принадлежит, и все от Тебя, и все для Тебя, и Ты все, Господи, держишь по Своим контролям. И будучи ни от кого независимым, Ты, Господи, не повнышался нами грешниками, но Ты все со Своей стороны соделал возможное для того, чтобы мы могли иметь общение с Тобою, чтобы мы могли взывать к Тебе, чтобы мы могли иметь возможность предстоять при лицом Твоим, святым и праведным. Благодарим Тебя, Господи, за то, что все это Ты благодаря крови Иисуса Христа нам дорвал. Слава Тебе за то, что Ты силен спасать тех, кто приходит к Тебе, не только тех, кто сегодня еще не знает Тебя, не только тех, кто противится Тебе, но и мы нуждаемся в Тебе, как в Спасителе. Нуждаемся еще больше, чем это было вчера и в тот день, когда мы покаялись, уверовали, потому что, Господи, мир отолчается, явно отолчается. У нас внутри много происходит разной борьбы, много согласных искушений, есть много согрешений, и от всего этого, Господи, только лишь один Ты силен избавлять, чтобы мы с чистой совестью могли служить Тебе и поклоняться Тебе, нашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Слава Тебе, честь себе поклонения. Аминь.